Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Антитеррористические учения в Мисайловской школе. Все недостатки, которые будут выявлены и указаны, они будут исправлены. В Подмосковье приступили к реализации проекта «Система 112. Внедрение новых решений». Бывают случаи, когда человеку нужно узнать какой-то житейский вопрос, как принимают участковые. Представители мотобольной команды «Металлург» посетили Видновскую школу номер 7. Сегодняшний визит был очень неожиданный, я бы сказала. Обещали классный час, и тут вот такое вот мероприятие. На территории Мисайловской средней школы охрана обнаружила бесхозную сумку. Так в учебном заведении начались антитеррористические учения. На них побывала и наша съемочная группа. За работой оперативных служб следил Максим Козлов. По всему периметру Мисайловской школы расположены камеры видеонаблюдения. В объектив одной из них попала бесхозная сумка. Это обнаружила охрана школы. Так здесь начались антитеррористические учения. В Мисайловской соши на территории школы обнаружен подозрительный предмет. Загородный один. Спустя считанные минуты на территории школы появляются представители специальных служб. В самом учебном заведении звучит объявление по громкой связи. Внимание, внимание, внимание. В школе проводится эвакуация. Просьба отключить мобильные телефоны и немедленно покинуть помещение школы. Место, где находится подозрительный предмет, оцепляется сумку, осматривает сотрудник полиции, чтобы принять решение, стоит ли вызывать кинолога. Тем временем в школе началась эвакуация. Именно получение необходимых знаний и умений – одна из главных целей этих практических занятий. Дети не подверглись панике. Классные руководители сумели сдержать поток детей, который, услышав информацию о эвакуации, начал действовать. Соответственно, я бы оценил действия сотрудников грамотными. Тем временем работа служб продолжается, прибыв на место кинолог со специально обученной собакой по кличке Бен. Прежде чем изучить сумку, проверяют и прилегающую территорию. Наконец, дело доходит и до подозрительного предмета. После тщательного осмотра сотрудник приходит к однозначному решению. Собака не обозначила наличие запаха взрывчатых веществ, взрывных устройств или самодельного взрывного устройства. А школьники и педагоги уже покинули учебное заведение и выстроились на стадионе. Всего в тренировке приняли участие более 840 учеников и преподавателей. 1 из 54 окончания тренировок. Соответственно, даем команду об окончании тренировки. А нам все за экстренные службы, пожалуйста, нам надо собраться в классе в НИКОМ, подвести наши промежуточные токи. Ученики и учителя возвращаются в школу, а представителям специальных служб предстоит сделать предварительные выводы. Еще одна цель этих практических занятий – координация совместных действий администрации округа полиции и МЧС. У нас цель и задача совместно с администрацией, с МЧС, со всеми службами, полицией в том числе, научиться и отработать все действия по эвакуации детей, по защите детей и преподавательского состава, чтобы каждый умел и знал свои действия. С виду все прошло гладко, но специалисты понимают, в таком важном деле, как безопасность детей, любые нюансы имеют значение. Все недостатки, которые будут выявлены и указаны, они будут исправлены и в дальнейшем. Я думаю, что безопасность наших детей будет обеспечена в полном объеме. В Подмосковье приступили к реализации приоритетного проекта «Система 112. Внедрение новых решений». Его цель – создание единой точки приема всех вызовов экстренных оперативных служб. Зачем это нужно и когда заработает в Ленинском городском округе, расскажем в нашем следующем сюжете. Это лето. Ленинский городской округ, по данным единой дежурной диспетчерской службы, пережил без чрезвычайных происшествий. Впрочем, специалистам службы 112 работы хватало. Каждый месяц операторы принимали свыше 20 тысяч звонков, большинство из которых касались экстренных случаев вроде вызова скорой помощи, полиции, пожарной и газовой служб. Сейчас уровень пожарной опасности в Московской области в целом и у нас в районе до сих пор остается очень высокий. Поэтому я призываю и детей, и взрослых быть осторожными при обращении с огнем в лесных массивах, на улицах, в квартирах, в домах. Это вопрос очень серьезный. Параллельно обратиться в скорую, полицию, газовую и пожарную службу можно было и напрямую по коротким номерам 101, 102, 103 и 104. Сейчас по поручению губернатора Андрея Воробьева на территории Московской области стартовал приоритетный проект «Система 112» внедрения новых решений. Его цель – создание единой точки приема всех вызовов экстренных оперативных служб. В результате все звонки на короткие номера также будут приниматься диспетчерами ЕДДС. Это исключит двойную фиксацию вызовов, позволит автоматически выявлять массовые обращения и обеспечит своевременное комплексное реагирование. Проект заработает в муниципалитете уже с 12 сентября. Бывают случаи, когда человеку нужно узнать какой-то житейский вопрос, как принимать участковые, какую таблетку принять. Можно позвонить по прямым номерам в эту службу, уточнить эти моменты, потому что мы, наши операторы, такой информацией не владеют. Ну или в крайнем случае наш оператор переведет на оперативную службу. В таких случаях лучше обращаться напрямую по телефонам экстренных служб. Скорую и медицинскую помощь 8-495-541-38-22. Дежурную часть полиции 8-495-541-57-22. Пожарную охрану 8-495-541-37-00. Аварийно-диспетчерскую газовую службу 8-495-541-34-97. В Ленинском городском округе проходит профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир-пешеход». Этим летом в поселке Развилка произошла трагедия, когда 12-летняя девочка погибла под колесами автобуса прямо на пешеходном переходе. В целом в муниципалитете неутешительная статистика по числу аварий с участием детей-пешеходов. И поэтому сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу вышли в рейд, чтобы напомнить водителям транспортных средств об основных требованиях при проезде через «Зебру». Самое первое и основное – нужно в любом случае при подъезде к пешеходному переходу снизить скорость. Вообще просто нужно снизить вплоть до практической остановки, потому что здесь может произойти все, что угодно. Днем, ночью, без разницы. Дети идут, играют, бегут, едут на самокате. Маленький ребенок, он беззаботен, беззащитен. В случае непредоставления преимущества на переходе водители ждет штраф от 1500 до 2000 рублей. Крайне внимательными, конечно, на дороге следует быть и самим пешеходам. Запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности. За время проведения рейда остановили десятки машин, и автолюбители оказались аккуратными и вежливыми. Пешеход всего главнее. Мы водители, мы должны уважать пешеходов. Я смотрю заранее вообще от пешеходов, особенно когда знаю, что пешеход. В принципе, я скорость большую не набираю, я аккуратно езжу всегда. В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД проверили также соблюдение правил перевозки детей. Как известно, маленькие пассажиры до 12 лет должны быть в машине в детских креслах. Обязательно пешеходов. Да, детские кресла обязательно нужны. То есть никогда не идете на поводу, кто-то может упрашивать, еще что-то вот вы? Такого нет. Мы всегда делаем как положено. Вы всегда детей, чтобы они в креслах были? Да, безусловно, конечно, обязательно. Старший, младший. Без кресел никуда. Профилактические рейды в муниципалитете продолжатся. В рамках всероссийской акции «Поделись своими знаниями» представители команды «Металлург» посетили видновскую школу номер 7, чтобы рассказать ее ученикам о мотоболе и достижениях местных спортсменов. На встречу побывала и наша съемочная группа. Подробности у Юлии Пагасьян. В этом году «Металлург» отмечает 50-летний юбилей. Видновский клуб считается лучшим в России и одним из лидеров европейского мотобола. И гордиться действительно есть чем. Об этом президент команды Валерий Нефантьев рассказал ученикам видновской школы номер 7. Встреча началась с того, что я спросил, поднимите руки, кто слышал или кто знает, или кто видел такой вид спорта, как мотобол. И в принципе где-то человек 10, 12, 15 подняли руки. Мне это было приятно, что это поколение в этом возрасте уже знает вид спорта. Встреча с учениками состоялась в рамках всероссийской акции «Поделись своими знаниями», которая проходит уже в третий раз. Сами спортсмены «Металлурга» присутствовать не смогли. Они сейчас находятся на серии выездных игр, но руководитель и тренеры команды ответили на все вопросы ребят, которых поступило немало. В основном молодым людям было интересно устройство мотоциклов. Судя по тому, что при встречах задают очень много вопросов, я так понимаю, что дети иногда приходят все-таки посмотреть, что это за спорт, познакомиться, и некоторые остаются. Это очень сильная вещь, когда детей просто приглашают, а не когда полностью тесно общаются с нашими спортсменами. Гости показали ребятам несколько информационных сюжетов с разных игр команды, подарили классу специальное издание об истории «Металлурга» и пару юбилейных вымпелов. Сегодняшний визит был очень неожиданный, я бы сказала. Обещали классный час, и тут вот такое мероприятие, очень приятно. Книжка очень интересная, красивая. Про мотобол я знаю, конечно, не сильно много, как другие, но знаю то, что это очень увлекательный спорт, очень захватывающий, то, что он уникальный очень. Будем теперь болеть за «Металлург»? Конечно. Валерий Нефантьев пригласил школьников и их родителей на финальные матчи чемпионата России, которые пройдут с 16 по 18 сентября на стадионе «Металлург», чтобы поболеть за родную команду, а всех заинтересовавшихся ребят попробовать себя в бесплатной секции по мотоболу. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Елена Кошелева. «ВиднетВ». Продолжаем рубрику «Любимому городу». Очередной сюжет посвящен мотобольному клубу «Металлург», прославившему видновский край на всю Европу. Наша съемочная группа побывала на торжественном открытии фотовыставки в сквере «Юность» в честь 50-летнего юбилея команды. Выставочное пространство «Сквера «Юность»» наполнилось уникальными кадрами, рассказывающими о победном пути легендарного видновского «Металлурга». На четырех стендах представлена 51 фотография с момента основания команды и по настоящее время. Фотографии из фонда ФКЦ, но в архив нам их предоставил Плотников, который создавал книгу «Легендарный металлург». Также это фотографии еще и от корреспондентов «Видное ТВ». Вот Погасья нам представила такие фотографии. И из фонда, наверное, команда «Металлург». Название экспозиции говорит само за себя. «Металлург» – это мощь и победа. Команда 34 раза становилась чемпионом в состязании высшего уровня. И благодаря мотобольному клубу город «Видное» знает вся Европа. «Огромная работа сделана, именно фото, документы. Потому что команде 50 лет. И вот именно, когда смотришь первые фотографии, там вторая, третья, и по нарастающей идет, и они хорошо все сделаны, там все идет белое, в белом, а потом здесь цветная. То есть по мере того, как шло становление команды, видимо, и свет менялся. Поэтому очень приятно, что все-таки есть люди, которые помнят». Президент «Металлурга» Валерий Нефанти в команде с момента ее основания выпускником от отделения Центрального института физкультуры до прихода в Видновский клуб играл в высшей лиге. «В 70-м году у меня журнал «За рулем» на центральном стадионе «Динамо», где сейчас снесли новые построения. Но вот именно там, где играли в футбол, они провели зимний турнир по мотоболу. Мы играли на центральном стадионе «Динамо», наверное, на футбольном поле. Каждая фотография отражает яркие моменты в истории клуба. Динамичные кадры с матчей, сложнейшие атаки, эмоции после забитого мяча и впечатления от получения долгожданных наград и кубков. Помогали оформлять выставку заслуженные ветераны футбольной команды «Металлург», которых на протяжении многих лет объединяет дружба и стадион. «Выставка красивая. Вот тут показана вся история видовского мотобола. Делано все на хорошем уровне, приятном. Вот какое-то время пройдет, здесь народ будет ходить, однозначно интересоваться, смотреть. Ну, потому что это 50 лет, это же тоже полвека нашего города. Понимаете, так сказать. Вот мы тоже свидетельны были, когда в 1972 году возрождалось. Начинался мотобол. Мы же были команды, они мотоболисты, мы футболисты, все равно это как бы параллельно было». Мотобольная команда «Металлург» уже давно стала визитной карточкой города Видное. Познакомиться с фотоисторией легендарного клуба можно до 16 октября. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова